Магазин Workout. Лучший спортивный инвентарь для тренировок. Всем привет, друзья! Это новая влагинка на канале. И самое главное, не упасть, когда ты едешь без рук еще и с камерой. Поэтому, если вы смотрите это видео, сегодня будет интересно. Не выключайте его. В честь такого прекрасного дня я хочу провести конкурс. Все люди, которые подпишутся на мой инстаграм и напишут мне в личку «Я в теме», тех я выберу трех человек, короче, и пропиарю завтра в своем инстаграме. А сейчас я еду на тренировку в лес и попробую мою схему по подтягиваниям применить на отжимания на брусьях. И посмотрим, что будет. Насколько наши ручки, трицепсы забьются. Давайте проверим. Для новых зрителей, которые не видели эту систему в подтягиваниях, объясняю. Там 8 подходов. 4 подхода первых с весом, с дополнительным. Примерно 15-20 килограмм навешивайте. Но это вам как удобно по силам. Потом 2 подхода со своим весом. И потом последние 2 подхода со своим весом. И добивание сразу же идет с резиной, с тренировочной резиной. То есть добиваете на максимум мышцы, чтобы они умирали вообще. И делаете во всех подходах, на максимум, просто отказные. И между подходами отдых 1,5-2 минуты где-то. Ну что, погнали, короче, выполнять. 24. Почти как мне годиков. Почти. Не хватает одного. Что ты делаешь? Я типа тебя показываю. Удивительный факт. С 17 килограммами я делаю то же самое, что и с 24 килограммами. 24 раза. И там, и там, короче. Не знаю, почему так. Второй подход. Самое важное здесь, с каждой тренировкой увеличивать свои повторения. То есть желательно это все записывать, чтобы вы знали свои предыдущие результаты и смогли их побить. Один у нас из повторений. И там опять демон идет, орет на весь лес. Страшно, ребят, страшно. Пацаны там офигевают, короче, от нее. Блин, мне показалось, или она в конце перекрестилась? 12. Теперь вот идут подтягивания без веса. Два подходика. Двадцать два. Второй подходик в этом со своим весом. Уже устали ручки. Дождик идет. Дождь в ухо попал. 13. Теперь, ребят, идут подходы со своим весом, плюс потом добивание, когда уже не можете. Двадцать два раза свернуть, ее надо не помогать. Последний подходик, ребят, я вот тут немножко вот так в два слоя замотал ее. Сейчас посмотрим. Уже не подняться. Вау, она тоже потуже. Так, лучше. Я уже вниз падаю. Все, отказ. Ну, что могу сказать? Могу сказать, что на турнике и на брусьях примерно одинаково, только на турнике ты можешь как бы, да, ногами себе подкинуть, а вот на брусьях не особо удобно, потому что, когда ты подкидываешь, что тебе, ну, получается, что ты носом клюешь вниз, так и можно, короче, упасть. Особенно, когда руки устают. Вот. А так прикольно очень, тоже попробуйте. Сейчас проведем эксперимент, смогу ли я встать на руки и постоять немножко с полностью забитым трицепсом. Смотри, кто тут на их корне? Ну, обьякни. Давай с помощью. Короче, эксперимент показал, что руки очень слабые, они выгибаются, но если их вставить, то более-менее будет. Но вставить, это когда ты сустав вот так выгибаешь, чтобы он зафиксировался. Раз, два, три. Нет! Блин, нифига они долго стоят. Да, Андрей до сих пор стоит. Нифига он стоят. Причем она более-менее ровная у него. Офигеть. Три. Это не считалось. Андрюха неплохо стоит, да, пацаны? Он уже больше полугода тренит и примерно минуты может стоять в корявой. Сейчас учит прямую стойку. Вот. Вот такую. Друзья, если вам нужны мои программы тренировок, вы можете найти их на сайте archomorris.com. Я по ним занимался и занимаюсь. На массу теперь еще на сушку занимался. Но так как мне сушиться не нужно, то если вам нужно, то заходите, покупайте и будете красавчиками. А еще меня часто спрашивают, как вычислить КМС, мастера спорта и так далее. Вы должны зайти в гугл и написать там разряды стритлифтинга 2018. Там появятся таблички для многоповторки и для одноповторки классический стритлифтинг. И там есть вот формула для многоповторки, по ней вы считываете. А если у вас классический стритлифтинг на одно повторение с большим весом, то там есть ваш вес. И сколько вам, с каким весом вам нужно сделать. Все очень просто. Заходите в гугл и ищите. Что-то, ребят, походу скоро и полиция приехала за той теткой, которая орала. Ну, демон. Походу за ней приехали. Наверное, да? А за кем еще сюда могут приехать? Ну, я не знаю. Вон они, короче, спрашивают, ходят, где она. А на самом деле мы вызвали скорую и полицию, потому что Андрюха сейчас будет экстремальную стойку делать. И нужно, чтобы он это... Ну, если упадет, то его сразу же подхватят. Эй, не уезжайте, стойте! Андрей рискнул, короче, экстремальная эта стойка. Давай. Если упадет, тут скорая рядом. Падает! А, ну это нормально было. Ребят, на самом деле, реально за демоном приехали. Там кто-то вызвал полицию, потому что стрёмно, типа. Вон. Где она? Вон, короче, они демона поймали. Наконец-то, пацаны, мы свободны. А чего она не кричит? На самом деле, она очень адекватная. То есть, с ней разговариваешь, она понимает всё, ну, отвечает просто логически, нормально, как обычный человек. Но вот такой синдром у неё. И, видимо, дети там испугались и вызвали скорую с полицией, потому что, не знаю, ну, типа, может, маньячина какая-нибудь. Но они ж не знают, что это болезнь такая. Вот сейчас врачи с ней разговаривают. Причём при них она не кричит вообще. Она стоит нормально. Как так? Ну, как так. Так они, может, ей подололи что-нибудь? Слава научился делать этот, как его, блин, как его, горизонт. Планш. Планш. Опа-на, это этот. Да ты не пали. Короче, прошло уже минут 15, и она вообще не кричала, не дёргала её, ничего. Они уже стоят там, блин, сколько времени. То есть, мне кажется, это не синдром Туретта, а вот реально демон. Потому что синдром Туретта, он не контролируется. То есть, человек, он будет, ну, вот эти звуки издавать непроизвольно. А тут она стоит и вообще пофиг. То есть, говорит с ними. Странная очень ситуация. Ну что, полиция, скорая уехали. Вон они, кстати, там поехали. Вон. Ну, она ушла туда в лес опять к себе. Всё нормально. Вообще не кричала, минут 20 стояла. То есть, это, я считаю, не синдром Туретта. Это реально демон. Ну, знаете, как, короче, в церкви вот демонов изгоняют, и они там орут. Можете в Ютубе посмотреть. Вот, только она сама церковь и изгоняет сама из себя что-то. Вот, что-то у неё странное, короче. Кто знает, что такое может быть, то напишите в комментариях. Не знаю, вам понравился такой контент, либо нет, но это, мне кажется, интересно было. Ну, как минимум, это наша жизнь, и типа вот, вот, вот так вот у нас проходят иногда демоновки. Вот такое бывает, да. Особенно в зале, представьте, если вот так с интервалом где-то в минуту, две минуты вот так, и она кричит там, это очень страшно. И ещё почему-то музыку заглушают в этот момент. Ладно, ребят, спасибо большое за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал archimuris.com. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok